Но мы сейчас о другом поговорим, о танцах. У нас в гостях Анастасия Ахмерова, преподаватель отделения народного танца Красноярского хореографического колледжа. Доброе утро! Доброе утро! И два воспитанника этого колледжа, которые у нас сейчас готовы на нашей импровизированной сцене показать свое мастерство буквально через пару минут. А пока что мы попытаем Анастасию о том, что вот мы сейчас выясняли в скором времени буквально, сколько у нас тут, даже меньше месяца осталось, да? Меньше месяца. До начала вступительных испытаний. Расскажите немного, когда, что для этого нужно, чтобы попасть к вам? Вы правы, меньше месяца осталось до вступительных экзаменов на отделение классического танца, который проходит каждый год. Ребята после четвертого класса общеобразовательной школы приходят к нам на поступление. Это будут первое, второе, третье июня. Экзамены проходят в три этапа, где смотрят физические данные, медицинские и артистические, скажем так, как ребенок себя чувствует на сцене, насколько он координирован и ритмичен. Ну, то есть тут нет таких вот именно каких-то четко определенных, я имею в виду, что там, не знаю, 50 баллов набрать из 50 нужно? Ну, чем выше баллов, тем лучше. Все-таки у нас дети приходят одаренные, уже с подготовкой, и ребенок должен быть талантлив. Ну, а вот как раз без подготовки, вот, например, он только родители... С мулятом, если есть появилось желание. Да, поняли, что вот хотят отправить именно в колледж. Ради бога, приходите к нам, мы вашего ребенка посмотрим, направим в нужное русло, скажем, как подготовиться. Ну, если нет, то ничего страшного, каждый ребенок талантлив в чем-то своем. В общем, искру божьей таланта увидите, если надо, подскажете, что делать. Да. Ну, давайте посмотрим уже, я так понимаю, профессионалов. Это учащиеся отделения народного танца, они учатся второй год под моим руководством. Ну, давайте посмотрим, чем мы научились, прошу. У ребят сейчас тоже буквально отчет перед руководителем. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А вас? Александр. Александр. Итак, скажите, пожалуйста, почему именно народное деление выбрали вы? Как судьба завела туда? С самого детства мечтала об этом. И тут у меня такой шанс появился. Именно народные танцы? Да. А у вас как? Я с детства занимаюсь народными. Душа нараспашку, танец души. Ну а вот в плане именно ежедневной подготовки, то есть у вас как, с утра до вечера прямо репетиции, танцы, вообще не передохнуть? С восьми утра до пяти вечера. Ничего себе. Если танцуете, танцуете. Да. Ну, понятное дело, хочешь быть профессионалом, нужно ежедневно и ежеминутно фактически готовиться. Анастасия, скажите, пожалуйста, у вас, насколько я знаю, там готовятся тоже отчетные концерты. Где, когда можно будет посмотреть? Да, вы правы. 25 и 26 мая, уже совсем скоро, буквально две недели, у нас состоятся отчетно-выпускные концерты. Готовится, ну, такой своеобразный перформанс, невероятное шоу, я даже бы сказала, потому что в программу концерта включены как номера классического наследия, да, образцы наследия классического танца, народного танца, так и номера современной хореографии. Я каждый раз при прогонах сейчас нашего концерта смотрю, и у меня мурашки. На самом деле будет очень интересно, и я всех приглашаю. А можно всем прийти посмотреть, да? Я приглашаю всех. Это будет на сцене Театра оперы и балета, еще раз 25 и 26 мая. Ну, и еще, насколько я знаю, вот проект «Молодой балет Азии», вот у меня есть написано, что тоже есть интересное мероприятие, расскажите про него. Это называется гала-концерт «Молодой балет Азии». Он проходит в рамках фестиваля Азиатско-Тихоокеанского региона, который проводится под патронажем Министерства культуры Красноярского края. Он в июне состоится? С Японии танцовщиков и участников телепроекта «Балет», который проходил на телеканале «Культура». В общем, будет, что посмотреть и в конце этого месяца, и в конце следующего месяца. Ну, а давайте еще озвучим, наверное, какие еще направления существуют, ну, помимо народного, под вашим руководством, да, отделения классического. И отделения классического. Поэтому в 2019 году всех желающих мы приглашаем. То есть в этом году и... Нет, только в 2019. А почему именно вот так вот? Почему такой большой период? Ну, смотрите, текучка кадров в театре оперы-балета, они приглашаются каждый год, артисты. А в ансамбле «Годенко» есть уже определенный состав артистов, и он обновляется не так часто. Поэтому раз в пять лет, и у нас курсы достаточно большие. На этом курсе около 30 ребят учатся. Ну что, спасибо вам. У нас были представители отделения народного танца Красноярского хореографического колледжа, показывали свое мастерство. Спасибо вам, удачи в предстоящем отчетном концерте.